Друзья всем привет начинаем свой очередной обзор сегодня с подходов к Крымскому мосту погода ничуть не изменилась очень сильный ветер но и вот для вас на свой страх и риск так потихонечку понемножечку со всех точек и начинаем из северного портала посмотрите подход к северному порталу насыпь готова расстелили уже геоткань вот здесь песочком ее присыпали чтобы не сносило вот почти до северного портала вот он ну и вот этот песок потом распланируют это будет выравнивающий слой и и собственно говоря можно будет рельсы укладывать до портала до самого почти до тоннеля ну а вот площадка стройплощадка северного портала посмотрите одно время если посмотреть на мои видео здесь была огромная механизированная передвижная опалубка ее полностью демонтировали вывезли ну потому что она была большая и по частям ее вывозили много пришлось трейлеров низкорамников ну вот все вывезли здание диспетчерского пункта снаружи готово даже вот крышу покрыли ну и теперь нужно там делать отделку внутреннюю здесь посмотрите стойки опалубки стоят арматура вот набирают опалубку козырек собственно непосредственно козырек портала бетонировать готовит там ну опалубку там уже до арматуру там уже давно вязали а сейчас вот ставят опалубку для бетонирования технический тоннель вот вход в тоннель ну что в тоннеле мы собственно говоря с вами не знаем можем только догадываться проходка самое главное закончено ну и теперь внутренняя отделка здесь опустили емкости зеленые вот эти в котлова но и теперь засыпет их так что посмотрите практически на самом объекте на самой стройплощадке все вывезли чистота и порядок теперь только вот внутренней работы вот опалубку ставят но и забетонирует сверху сверху рекультивация идет территории вот здесь была огромная выемка грунта было все ничего не напоминает и следа не осталось ведь его отсыпают грунтом выравнивают вот даже люди ходят там работает экскаватор это дорога керчь-феодосия или керчь-анапа тоже можно уже так говорить по левую сторону по ходу движения нашего керчь с правой стороны дорога на анапу и на феодосию ну и вот мы пересекаем дорогу и заглянем вверх километр от северного портала до южного портала и вот он вдалеке видите железная дорога и вот там южный портал куда мы с вами и перемещаемся вот он портал южный это или южный вход в тоннель портал с английского переходе переводится как вход ворота но как-то так может неправильно сказал ну его посмотрите здесь тоже идет отделка козырек здесь готов вот таким же макаром кстати и на северном портале будут строить и вот идет видите поставили леса вдоль стенок и тут уже наверное раковины заштукатуривают какие после демонтажа опалубки образовались там ну и выравнивают поверхность технический тоннель ну и собственно говоря вот здание посмотрите одно здание готово в закате солнце поэтому такого цвета вот красивого получается у нас для собак вот 1 2 3 4 помещение 4 собачки там будет кухня для приготовления пищи и изолятор изолятор для больных животных ну и вот видите все там ну и естественно охрана это южный портал и летим практически до южного портала уложены рельсы шпалы и рельсы с левой стороны по ходу нашего движения опора контактной сети стоит ну и вот здесь штроба была с одной и с другой стороны для прокладки кабеля из cb кстати все многие уже наверно знаете или многие знают кто группу посещал мою вконтакте там александр михеев выложил статью что начали автоматику железнодорожную автоматику на мосту но это scb блокировка там и прочее безо будут подавать сигналы прям в локомотив машинисту чтобы он видел там если что-то там лом допустим положил на рельс он замкнул контакт он все это будет видно или трещина в рельсе будет но вот блокировки такие это вот сейчас делают уже на мосту ну собственно говоря и здесь все это нужно будет делать и посмотрите вот интересный здесь момент перед путепроводом который идет над автомобильной дорогой вот этот кусок насыпи не был готов долгое время потом сюда навезли очень много кучек песка сверху прям высыпали видели мы с вами видео сейчас все распланировали и последние финишные слои вот катки катаются там уплотняют до проектной величины и непосредственно вот на устойных опорах с одной стороны и с другой тут еще вот доделывают здесь вот опалубку еще крылья устойной опоры здесь подбетонировать нужно было ну также вам было видно моих предыдущих видео тут весь процесс был заснят и вот песочка уже подсыпали для выравнивающего слоя а так конус практически сформирован на устойной опоре уплотнение было произведено вот видите опалубку соскладировали вот кран как подымает стропы прицепили сейчас будут монтировать опалубку устанавливать армировка произошла там и все это вот дело будут делать с этой стороны уже все забетонировали тоже мы с вами наблюдали как здесь все это делали и можно уже смело отсыпать песочком до в уровень в уровень путепровода и практически вот уже можно сказать джанкойска это направление то мы говорили если с моста керченское направление железные дороги нитки а это уже можно джанкойска искать потому что керчь уже практически проехал дошел до путепровода пути по путепровод кривым по кривой проходят с радиусом длина его 214 метров ну вот здесь вот даже штроба по правой стороне еще видно штроба в насыпи вот для прокладки кабелей и посмотрите какие грандиозные работы были произведены на откосах где-то уже травка зазеленела вот здесь видите ставят водоотливные лотки водоотливные лотки перехват будет воды с верхних с верхних откосов чтобы не вся вода уходила к насыпи потому что если большой ливень водоотводные лотки возле непосредственно насыпи железнодорожные могут не справиться поэтому на каждом уступе но может быть не на каждом вот на этом точно вот мы увидели строит водоотводные перехватывающие лотки с верхних откосов будет вода стекать и вот перехватывать и не вся она попадет как уже вы поняли к насыпи чтобы ее там не размывать ну и вот подлетели мы к очередной инженерной мысли инженерному сооружению аршинцевский путепровод железнодорожный две нитки уже вы видите под ним уложены крайняя слева идет как раз на этот путепровод подымается вы там хорошо видели но это вот джанкойского направления будем так называть уже дошла до последующего путепровода здесь вот теперь осталось таманское направление еще уложить здесь тоже идут активно работы посмотрите слева стороны кучи огромные кучи песка только недавно мы видели там вот слева плодородный грунт вывозили теперь вот песочек здесь завезли ну тоже его достаточно много нужно здесь уже поработал hopper да поработали hopper дозаторные вагоны уже достаточно много отсыпали ну и вот теплотрасса была и мы перескакиваем с вами на станцию строящийся конгломерат керчьюжная здесь достаточно интенсивно идут работы на переднем плане у нас платформы вот они уже с левой стороны островная практически готова ну а справа и вот береговая видите частями захватками подсыпали туда балласта и сейчас вот планируют вот там люди хорошо это видно но мы посмотрим вот эту береговая будем так говорить устойная опора на пешеходном переходе уже битумной мастикой видите обмазали вот наискосок так вот будет и грунт идти вот сразу видно что будет контур как идут откосы так что можно засыпать в принципе там уже все готово вот здесь балласт блоки фбс поставили и вот снутри песочек там потом его затрамбуют и затем уже можно будет стяжечку сделать и армировочку после того бетонируется ну а здесь посмотрите вот хорошо видно снизу сделали фундамент под лифт вот многие спрашивали будет ли лифт да вот фундамент под него уже забетонировали вот мы сейчас по центру экрана его хорошо видим а с другой стороны уже начали монтировать лестничные марши это на одном пешеходном переходе забегая вперед сразу скажу что и на другом еще вчера или позавчера я вам говорил что уже начали монтировать ну и вот мы подлетаем с вами непосредственно самому вокзалу Керчьюжная и посмотрите что интересно вот два крыла уже перекрыли опалубкой и начинают армировку ну прежде чем начать армировку вот на ближнем видим мы с вами люди уже работают пергаментной бумагой застилают всю площадь армирования вот на фанеру сверху ну чтобы когда бетон зальется потом снизу фанера разбирается и вот не прилипала фанера к бетону очень удобно эту пергаментную бумагу оторвал ее потом она такая промасленная и бетон к ней не не схватывается ну и точно также с этой стороны вот это крыло также делается а это вот второй пешеходный переход как я уже вам сказал сейчас мы смотрим здесь вот пока еще леса стоит видите вот люди спускаются по ним поднимаются а вот здесь уже начинает вот лестничный марш монтировать это вот предназначен этот пешеходный переход для выхода на платформы ну и соответственно платформы здесь вот сзади вот поднимаем голову тоже строится все это делает 46 мост отряд кировские ребята кстати 2600 километров до кирова для них заказывают специально вахты возят чартеры санапы чартерный рейс привозит людей на вахту и отвозит по месяцу они работают вот такая забота о людях молодцы ну и вот мы летим с вами дальше посмотрим сколько же здесь еще вот завезли шпал немерено рельсы ну здесь будут шить рельсы шпальную решетку потому что еще достаточно много укладывать сам тоннель за тоннелем в прс к стоит здесь но снимал я это уже между шестью и семью часами вечера поэтому солнце видите как уже садилась и такая вот красота и можно здесь вот посмотреть уже людей не очень много потому что между шестью и семью пересменок утренние и ночная смена меняются вот здесь стоят кассеты уже с готовой рельс со шпальной решеткой железнодорожные краны посмотрите здесь вот щебнем отсыпано все но еще в прс очки вот как мотануло ветер сильный в прс еще работе работать здесь маленький экскаватор стоит видите и он формирует водоотливные лотки прокапывает ну и затем наверное из железобетона такие плиты формирует лоточек там все наверное видели как выглядят такие лотки потому что достаточно высокая насыпь и вот воду перехватывать и отводить ее под контролем чтобы вода уходила куда и положено ну и вот давайте бочком еще раз пролетим посмотрим что же здесь делается на эту красоту вот так в принципе будет выглядеть вокзал платформы островная готова здесь еще правда нужно будет делать навесы дуги металлоконструкции под навесы вот лежат там чуть дальше увидим ну здесь уже емкости прикопали их и вот посмотрите вид сбоку сам вокзал пешеходный переход и вот на дальнем вдалеке видно как вы лестничный марш монтирует уже ну здесь естественно работа кипит вокзал строят круглосуточно собственно как и пешеходные переходы с платформами но это второе тоже видно лестничный марш ставят и вот какие длинные здесь платформы под электрички вот еще одно здание практически стены обетонированы уже вот из небольшой кусочек здесь остался еще в опаловке стоит ну выпуска выпуска арматуры есть видимо еще будет перекрытие тоже монолит ну и вот они видите готовят готовят дуги металлические это вот для навесов на пешеходные переходы или на платформы точно сказать не могу ну и вот возвращаемся к теплосети а я на этом заканчиваю дорогие друзья не забываем подписываться на канал проверяйте свои подписки заглядывайте в мою группу вконтакте и всего вам хорошего и до новых встреч